и дело в том что типа ну ладно вот просто и все я оставил весь вопрос на растерзание публики на растерзание толпе на возможно и как же я тогда ошибался дело в том что сантропы не так давно он все это в общем то поставит и все будет нормально и там вроде бы как новое видео выходит каждый день в 20.00 ролик сделан при поддержке аризона рп вся дополнительная информация в описании не так давно у меня выходил ролик про клавиатуру на сантропе все дело в том что эти самые ребятки собрались сделать из обычной клавиатуры андроидовских вот этих вот всех проектов клавиатуру телефона то есть чтобы вместо обычной вот это вот знаете а сам павской клавиатуры которые типа там уже такая знаете классическая обычная все к ней привыкли все уже знаете через нее наберет какие-то очень жизненно важные команды по типу каптуру по типу там не знаю закрыть открыть машину по типу всех вот этих вот прочих вещей то есть сантропе решил что нам вот вся эта клавиатура в общем то и не нужна это для этих там но вы сами понимаете и поэтому они решили сделать так чтобы у каждого человека было персонально вот знаете своя уникальная клавиатура и дело в том что типа ну ладно я вроде бы как про все это сказал сказал вот мол плюсы минусы то как я думаю то как все это будет и вот все вот эти знаете прочие вещи которые только могут быть и вот просто и все я оставил весь этот вопрос на растерзание публики на растерзание толпе на возможно какие-то прочие манипуляции у всей этой толпы со всеми этими вещами возможно и в общем то да забил на все это и решил что да ну и ладно то есть ну ладно там есть то есть не это есть вот то но какая в общем то разница какая будет клавиатура в самом деле я просто предположил что из-за того что там знаете вот это вот она в таком горизонтальном виде кнопки растянуты все хуёво она открывается не сразу же и все такое но комментарий пришел азот который сказал мол то что да нет да ты чё кастомная клавиатура это круто можно будет знаешь там подключить через провод какую-то такую мини клавиатурку сидеть как знаешь набирать отыграть какие-нибудь команды делать все прочие вещи я подумал в самом деле возможно это не такая уж и плохая идея и как же я тогда блять ошибался дело в том что с антропе не так давно выпустили новый видеоролик в котором показали то что можно будет менять темы этой самой клавиатуры ну вроде бы неплохо вроде бы нормально и вроде бы как каждый найдет себе что-то по душе поставить себе то что ему там нравится допустим а какой-нибудь вася 227 поставить себе какого-нибудь волка и там какие-нибудь возможно цитаты из этого самого волка пейте 335 поставить себе там я не знаю каких-нибудь а у е пацанов вот идет все арестантские звезды все прочие вещи они запрещены поэтому я их сейчас осуждаю от всяческим образом вообще не поддерживаю то есть ужас вот петя который или вася или кто там вообще все это поставит то есть это неважно есть допустим мантрюха 385 который обожает машины какие-нибудь киа оптиму возможно какие-нибудь бмв и вот хочет поставить себе на вот эту вот всю тему клавиатуры но эти самые мерседесы там бмв вот эти киа оптимы возможно лады x-ray может быть и вот все вот эти вот прочие вещи он все это обожает он все это любит он все это в общем то поставит и все будет нормально и там вроде бы как все это тоже хорошо я начал смотреть видео ролик с предвкушением того что вот ну сейчас то вот но что-то будет такое знаете жестко вот сейчас что-то будет такое прям знаете крутое классное и замечательное в общем то и я начал смотреть видос они открывают чат они начинают туда что-то набирать но в общем то хотят туда что-то набрать чат открывается и открывается он с задержкой ужасно то есть задержка причем такая ладно бы задержка была какая-то минимальная и не особо заметная глазу но тут-то это же пиздец это же это же просто охуеть она открывается просто через миллиард лет и вообще и ты думаешь блять а как такое вообще может быть то сука почему клавиатура открывается блять раз в миллиард лет но такого же просто ну не может быть блять но ты смотришь и типа все опасения чуваков которые там писали что-то в комментарии все опасения мои все опасения там вашей мамы прабабушки прадедушки всех прочих людей они все сбылись и это самая кастомная клавиатура от центра по роли play она лагает и нам остается надеяться только на то что можно будет знаете выбирать пользоваться вот этой вот всей обычной клавиатурой либо пользоваться ну клавиатурой с телефона своей да то есть чтобы все лагало чтобы все очень долго открывалась чтобы допустим вот представьте ситуацию сидишь на каптуре с телефона там знаете где-нибудь в школе на парах может быть даже дома не суть важно и вот пробивает 12 часов пробивает поиды пробивают все прочие вещи и нужно облудить каптур все чуваки с компа флутят ну или там с телефона допустим у всех так знаете открывается долго или вы знаете у кого-то допустим телефон более мощнее у кого-то клавиатура открывается быстрее у кого-то телефон вообще пиздец ёбанное дерево и ты нажимаешь на чат и допустим игра вылетает и пиздец и ты территорию не закоптил и из банды тебя уволили и вообще это кастомная клавиатура да кому она в общем-то нахуй нужна я понимаю что в некоторых ситуациях вот допустим в той же самой ситуации которую описал азот это самая клавиатура она может быть полезная она может быть прям Такая самая, знаете, навороченная Самая, может быть, крутая Тем не менее, вот то, что я вижу сейчас Это полный пиздец Но нужно будет, нужно будет дождаться релиза И посмотреть, что тогда вот после всего этого релиза После всех вот этих прочих вещей Скажут игроки Если они скажут, что, типа, всё открывается очень долго Всё очень хуёво, всё очень запарно Всё очень как-то, ну, непонятно вообще пиздец То тогда нахуй нужна вся эта клавиатура Это лично мой вердикт Вернее, наверное, нахуй не нужна Нахуй нужна Все прочие вещи Вы, однако, можете оставить своё мнение по поводу всех этих новостей Всех этих клавиатур Всех вот этих вот прочих вещей в комментариях Я всё это прочту Я за всем этим ознакомлюсь И скажу вам своё, знаете, такое экспертное мнение Поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всех благодарю Всем спасибо И всем, возможно, даже до свидания Не забывайте то, что я играл на проекте Arizona Рулиплейфеникс IP, а также мой никнейм Данте Коннор А также мой промокод NoToxic54 Вся эта информация находится в описании Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал Там вообще есть много ссылок Вы туда заходите, пожалуйста И там обо всём этом узнавайте Всем до свидания Увидимся тут же завтра в 20.00 Либо немного попозже Либо немного пораньше Я не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok